В начале Второй мировой войны Гитлеровская Германия поставляла в Японию военную технику и приборы. Радарные установки, торпеды, бомбардировочные прицелы. Взамен немцы получали от своего дальневосточного союзника стратегическое сырье – вольфрам, олова, каучук для военной промышленности, а также опиум для фармацевтической промышленности. Эти грузы шли через СССР по Транссибирской магистрали протяженностью более 9 тысяч километров. Но после того, как Германия напала на Советский Союз, для этих перевозок остался лишь длинный морской путь – 22 тысячи километров. Немцы маскировали свои караваны под чужие, якобы принадлежавшие нейтральным государствам. Но такая маскировка не помогала, и к началу 1944 года Германия потеряла половину своих транспортных судов. Гораздо эффективнее оказалось использование для дальних трансокеанских рейсов подводного флота. В годы Второй мировой войны японские судостроители наладили серийный выпуск транспортных подводных лодок, которые были на 30 метров длиннее обычных боевых субмарин. Эти гиганты без дозаправки преодолевали расстояние в 34 тысячи километров. Субмарины стали в буквальном смысле связующим звеном между странами оси, при помощи которого они вели интенсивный обмен стратегическими материалами и технологиями. В разгар войны Германия все острее стала ощущать нехватку некоторых видов промышленного сырья. В 1943 году положение было уже почти катастрофическим. Японии же, как воздух, были нужны последние разработки немецких специалистов. Благодаря транспортным подводным лодкам, союзникам удалось наладить взаимовыгодный бартер. В обмен на немецкое ноу-хау японцы поставляли в Германию сырье, прежде всего каучук и металл. В марте 1944 года военно-морскую базу Куре, остров Хансю, тайно покинула подводная лодка И-52. После остановки в Сингапуре, где на борт был принят груз, каучука и олова, субмарина пересекла Индийский океан, обогнула мыс Доброй Надежды и продолжила плавание в Атлантике. На борту подлодки находилось почти 300 тонн груза. В том числе 2,8 тонны опиума и 54 тонны каучука. Полный боекомплект, 95 человек личного состава и 14 инженеров-специалистов по оптическим технологиям. Во французском порту Лорьян японскую подлодку дожидалась немецкая субмарина со встречным грузом на борту. Немцы приготовили для своих союзников радарные установки, вакуумные приборы, шарикоподшипники и, возможно, окись урана для ядерных исследований. Американская разведка знала об этой операции абсолютно все. Ни японцы, ни немцы не догадывались, что союзникам уже давно удалось расшифровать секретные коды, при помощи которых велись все передачи в эфире, так или иначе связанные с бартером. Так что, когда И-52 отправилась в рейс, ни маршрут следования, ни содержимое грузовых отсеков японской лодки не были тайной для союзного командования. И уже вскоре после отплытия из Куре, навстречу И-52, из Норфолка, штат Вирджиния, вышла оперативно-тактическая группа военных кораблей во главе с авианосцем Бутш. Приказ, полученный командиром перед самым выходом в море, был более чем кратким – перехватить и уничтожить лодку. Поскольку у японцев поход И-52 проходил под кодовым обозначением «Операция «Восходящее солнце», союзники окрестили свой контрвыпад охотой за восходящим солнцем. В ночь с 23 на 24 июня лодка И-52 в полном соответствии с намеченным планом встретилась посреди Атлантики с немецкой субмариной У-530. С помощью немцев японским подводникам предстояло пополнить изрядно истощившиеся запасы воды и продовольствия. Кроме того, немецкие специалисты должны были установить на борту японские лодки, а затем настроить радары, что позволило бы ей практически беспрепятственно пройти через Бискайский залив – один из самых опасных участков маршрута. Трое немецких моряков подошли на шлюпки к И-52, передали радар и вернулись. После этого немецкая подлодка сразу начала погружение. До сих пор неизвестно, почему японцы не последовали ее примеру. Огромная туша японской субмарины безмятежно возвышалась над мелкой рябью океана. Это была роковая ошибка. Американские корабли прибыли в этот квадрат на два дня раньше и уже поджидали свою жертву. Над местом встречи подлодок патрулировали четыре самолета, которые засекли И-52 и сбросили осветительные ракеты на парашютах и буй с гидролокатором. На лодке пробили тревогу. Прозвучала команда «Срочное погружение», но было уже поздно. «Мы засекли лодку, сбросили пару бомб, зафиксировали попадание и то, как она пошла ко дну», рассказывал позднее командир американской эскадрильи капитан Джесси Тейлор. На следующий день нефтяное пятно на поверхности океана показывало место гибели субмарины. Американцы выловили из воды 1350 килограммов каучука. В 1990 году, когда многие документы военных лет были рассекречены, американский исследователь Пол Тайдуэлл отыскал в Вашингтонском архиве документы, относящиеся к судьбе подводной лодки И-52, сообщения разведки, выписки из судовых журналов и расшифрованные тексты радиоперехватов. Из документов следовало, что на борту подлодки имелось среди прочего груза около двух тонн золота, 146 слитков, упакованных в металлические ящики. Драгоценный металл предназначался для разрабатывавшихся в то время в Германии оптических технологий. Потому-то среди пассажиров лодки была и группа японских специалистов-оптиков, командированных в Германию для обмена опытом с немецкими коллегами. У Тайдуэлла, профессионального историка и не менее профессионального ныряльщика, уже имелся скромный опыт поиска подводных сокровищ. Несколькими годами раньше он нашел неподалеку от берегов Флориды несколько старинных испанских золотых монет. Заинтересовавшись историей затонувшей субмарины, он на протяжении следующих пяти лет кропотливо работал в архивах разных стран. С помощью американских, японских, немецких данных он сумел в мельчайших подробностях восстановить маршрут подводной лодки И-52, вплоть до момента ее роковой встречи с американским бомбардировщиком. И тщательно взвесив все за и против, пришел к выводу. ЛОДКУ МОЖНО НАЙТИ Надо сказать, что до этого немало весьма квалифицированных экспертов, включая людей из военно-морского ведомства, брались за поиски И-52. Но так ничего и не нашли. Однако расчеты Тайдуэлла выглядели более чем убедительно, и это сломило скепсис потенциальных спонсоров. Энтузиасту удалось собрать около миллиона долларов на организацию экспедиции и заручиться поддержкой нескольких крупных компаний. Неоценимую помощь оказались специалисты фирмы Meridian Science Inc. Внимательно изучив все добытые Тайдуэллом данные, они скорректировали гипотетический курс подлодки И-52 и уточнили, где именно может находиться затонувшая субмарина. Расхождение с координатами, которые показали в свое время военные эксперты, оказалось весьма значительным. Целых 32 километра. В апреле 1995 года экспедиция вышла в море, держа курс на точку, расположенную примерно в 1600 километрах от островов Зеленого мыса. Район поисков общей площадью в 500 квадратных километров был условно разбит на квадраты. Судно прочесывало их один за другим, прощупывая дно сонаром. Имевшееся на борту оборудование позволяло одновременно захватывать по тысяче метров по обе стороны от корабля. Но проходил день за днем, а лодка оставалась недосягаемой. Всякий раз многообещающее пятно на экране сонара оказывалось всего лишь еще одной неровностью рельефа. Подходило к концу пятой недели экспедиции. Перерасход первоначально запланированной сметы составил к тому моменту 250 тысяч долларов. Топливо было на исходе. Тайдуэлл уже склонялся к мысли, что с поисками, пожалуй, пора заканчивать. Утром 2 мая он решил, что даст самому себе и всей команде еще один шанс. И два часа спустя стало очевидно. Исследователи достигли своей цели. На этот раз ошибки быть не могло. На очередной распечатке данных сонара появились вполне узнаваемые очертания И-52. Все еще не веря собственной удаче, исследователи более детально прощупали найденный объект, после чего опустили на глубину 5100 метров камеру с дистанционным управлением. Да, это была она, затонувшая полвека назад И-52, с более чем явными следами точного попадания. При этом она стояла совершенно прямо. «Как будто не на дне морском, а на приколе в доке», скажет потом Тайдуэлл. Эксперты из Meridian Science не подвели. Лодку обнаружили менее чем в километре от того места, которое они указали. Такая погрешность по морским меркам сущий пустяк. Впрочем, как заметил один из специалистов компании, Дэвид Уайатт, дело здесь не только в их филигранной работе, но и в невероятном везении. Лодка села на более-менее ровном участке дна, неподалеку от откоса. Окажись она где-нибудь в другом месте, не исключено, что мы так ничего и не нашли бы. Тайдуэлл начал готовиться к подъему ценного груза. 8 ноября судно, оснащенное двумя глубоководными аппаратами «Мир», вышло из Лас-Пальмоса, что на острове Гран-Канария. Оборудование аппаратов не позволяло обследовать лодку изнутри, но Тайдуэлл полагал, что слитки лежат вокруг корпуса, развороченного взрывами. 2 мая 1995 года Келдыш достиг точки, расположенной в 2400 километрах от побережья Африки, и с его борта спустили на глубину 5100 метров «Оба мира». Через четыре часа от начала погружения Тайдуэлл и его помощники разглядели на дне причудливо громоздившиеся металлические обломки и ящики. Носовую часть субмарины разнесло взрывом, позади рубки зияла огромная пробоина, но открытый входной люк не имел видимых повреждений. Корма уцелела и даже не покрылась донными отложениями. С помощью роботов-манипуляторов ящики удалось поднять на поверхность. Тайдуэлл вскрывал их в своей каюте без посторонних глаз и позже заявил, что во всех ящиках находится опиум. Большинство членов экспедиции не поверили боссу. Люди Тайдуэлла открыто роптали, но работу не бросили и добросовестно обшарили большой участок дна вокруг лодки. Однако вместо золота всякий раз поднимали олова. Каждое погружение мира обходилось инвесторам в 25 тысяч долларов, и они начали терять терпение. Наконец команда Тайдуэлла добралась до металлических слитков под днищем лодки. Они высыпались из грузового отсека, устроенного с внешней стороны корпуса, ради экономии места внутри лодки. Под водой эти аккуратные брусочки выглядели многообещающе. Но на поверку оказалось, что и это — олова. Проникнуть внутрь корпуса оказалось невозможно. В итоге экспедиция закончилась провалом и принесла ее участникам одни долги. Но Тайдуэлл уверен, что две тонны золота по-прежнему ждут искателей приключений в одном из грузовых отсеков И-52. Для дальнейшей работы канала мы просим вас подписаться на канал и поставить лайк. Напишите в комментариях ваше мнение. Мира всем нам! И пусть у вас все будет хорошо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok